На этой неделе мы запускаем показ сюжетов из цикла «Этот день тому назад». Благодаря архивам наших выпусков новостей мы сможем перенестись на несколько лет назад и увидеть городские события, оценив их важность в нынешнее время. Сегодня вернемся в 2011-й. Ровно 7 лет назад в Преображенском храме открыли верхний предел. И в тот же день осветили место, на котором в последующие годы построили спортивный комплекс «Фок Синий Кит». С раннего утра в Преображенском храме не стихает песнопение. Поток горожан, пришедших разделить радость и священие верховного предела этой церкви, все увеличивался. Что вполне объяснимо, ведь побывать на литургии в честь освящения храма выпадает весьма редко. Преображенская церковь уже третье столетие принимает прихожан в своих стенах. 31 мая 1768 года состоялось освящение Нижнего храма во имя Казанской Богоматери. Основной храм на втором этаже не был освящен. Это великое событие произошло в воскресенье. Его свидетелями стали несколько сотен кунгурьков. Важным событием для Православной церкви стало и 60-летие службы настоятеля Преображенского храма отца Бориса. Поздравить уроженца Кунгурского района, участника Великой Отечественной войны, а также почетного гражданина Кунгура собралось огромное количество прихожан и священнослужителей. Вот этот знаменательный для вас юбилей, 60 лет служения в Рюшерном Сане. Передать вам поздравления нашего правящего архиерея, митрополита Бернского в Солитарском реподе с этим юбилеем. Пожелать вам крепкого здравия, долгоденствия, помощи Божьей. И, к сожалению, Владыкин Солнце присутствует сегодня на этом церквистре. Просил передать вам свое благословение и нам все пожелания. В этот замечательный день от всего сердца желаю вам доброго здоровья, большие жизненные силы. Пусть всегда окружает вас любовь близких и поддержка друзей. Тепла и уюта вашему дому, успешного воскрешения всех добрых начинается. Дай вам Бог сил подложить ваше служение на радость всем нам. В этот же день отец Борис был награжден орденом первой степени Русской Православной Церкви Святого Благоверного Князя Даниила Московского. Прихожане очень рады, что отец Борис, несмотря на свой солидный возраст, продолжает служить своему делу, несет в мир духовность и доброту. Я отца Бориса знаю очень много лет. Я в свое время пела во Всесвятском крае. И пришла, чтобы все с ними вместе поздравить его с убедением 60 лет служения. Желать ему дальнейшего служения на благо Отечества. Нам всем за радость. Ну а сразу после торжественной службы в Спасопреображенском храме священнослужители и миряне переместились на площадку, где через два года должен появиться долгожданный для города физкультурно-оздоровительный комплекс. Прежде чем возводить большой социально важный объект, городское руководство решило попросить благословения на стройку у Православной Церкви. Исторический день сегодня в городе 25 сентября. Еще радостно то, что сегодня день еще святаго праведного Семена Верхотурского, нашего уральского учетового творца. По его молитвам с Божьим благословением мы начинаем благое дело строительство замечательного спортивного комплекса. Еще на Древней Руси ни одно особенно социальное важное строительство не начиналось, пока земля под объектом не будет окреплена святой водой. В Кунгуре к этой традиции возвращаются. Именно с благословения Православной Церкви начал строиться перинатальный центр. Сейчас священнослужители города просят Божьего благословения на возведение физкультурно-оздоровительного центра. Долгожданный объект будет возведен в первую очередь для юных кунгуряков. Найдется в нем место и взрослым жителям города. Всегда испокон веков на Руси любое благое дело начиналось с благословения Божьего. Даже крестьянин, когда начинал строить дом, он всегда получал благословение. Поэтому мне тоже бы не хотелось это нарушать, потому что объект очень серьезный, очень важный для кунгуряков. Поэтому вот сегодня мы осветили строительную площадку и получили благословение Божие на вот такое благое дело для кунгуряков. Церемонию освящения площадки для будущего спортивного комплекса должен был проводить митрополит Пермский и Соликамский Мефодий. Но по состоянию здоровья он приехать не смог. Эту почетную миссию выполнил настоятель Тихинского храма отец Олег Ширинкин. Всех вас, дорогие, поздравляю с началом большого, великого дела. И будет не только для кунгуряков польза, но и за Солбинской части города Кунгура будет великое украшение и утешение. Комплекс, который будет возведен на этом месте, город ждет уже не один год. И пусть с Божьей помощью его строительству пройдет без задержек. А сам объект будет долгие годы радовать кунгуряков. Продолжение следует...